Настя готовится к поступлению в один из ведущих вузов России. Волнение и неопределенность, именно в таком она сейчас состоянии. Своими переживаниями поделилась главой округа. Было бы интересно узнать, как он учился, Андрей Робертович, и были ли у него такие мысли, чтобы бросить, перейти куда-то на другой факультет, получать другое образование в другом университете. Андрей Иванов поговорил со старшеклассниками о высшем образовании. Рассказал про свое детство. Ребята поведали о своих талантах, увлечениях. Несмотря на школьную нагрузку, они успевают создавать стартапы. Глава рассказал об изменениях в системе школьного питания. Чутко, во-первых, слушать вас, что вам нравится, что не нравится. И, собственно, так же качественно готовить, потому что будем контролировать всю цепочку от покупки продуктов до кухни, до самой плиты, где, собственно, будет происходить уже готовка. Беседа с главой оказалась для учащихся полезной. У них накопилось немало вопросов перед поступлением в ВУЗы. Савелий Грашин, например, всегда хотел изучать китайский, но в школах округа его не преподают. Интересовался, смогут ли школьники в будущем изучать восточные языки. Хотелось бы попытаться выучить их язык ради того, чтобы получить возможность поехать обучаться в Китай. В ходе своего визита в Лесногородскую школу глава поздравил работников администрации округа, а также теруправления с профессиональным праздником – Днем местного самоуправления. Благодарственные письма получили более 35 человек.